2014 год объявлен президентом России годом культуры. В Ленинском районе не принято отставать от течения времени, поэтому и финал ежегодного конкурса учащихся старших классов был также посвящен этой теме. Рыцарей в культуре было пятеро. Задачи перед участниками завершающего тура стояли непростые, но ребята справились на отлично. Поддерживали финалистов и переживали за них родители, друзья и наш корреспондент Татьяна Акимова. По традиции завершающую часть конкурса открыл глава района Сергей Кошман, пожелал финалистам удачи и поблагодарил всех ребят, а их было 11, за участие в ежегодном состязании. Было много достойных рыцарей года. Всех уважаем. Они все молодцы, кто готовились. Я считаю, что готов, как и все, кто здесь собрались. Мы все финалисты, мы все достойны победы. И я хотел бы всем пожелать удачи. Первый тур конкурсной программы «Визитная карточка». Ребята рассказывали о себе, о своих увлечениях. Один занимается спортом, другой не представляет жизнь без балета и именно с ним хочет связать свою будущую профессию. Третий играет на гитаре. Говорили финалисты и о любви к родине, о том, чего сейчас так не хватает современному поколению. Об искренности, неравнодушии, доброте и любви. Задумайтесь, ну как это просто? Подойти к другу и поблагодарить его за то, что он есть. Заглянуть в глаза маме и сказать, ты самая лучшая мама на свете. Конечно, хочется, чтобы было больше душевности, чтобы было больше человеческих истинных качеств. К сожалению, современный мир, он очень жесткий, если не сказать жестокий. Вот эти мероприятия и подобного характера конкурса, как «Рыцарь года», способствуют нормальному человеческому общению. Человеческому общению, которое искреннее, душевное и настоящее. Каждое выступление школьников сопровождалось активной поддержкой зрителей, друзей, одноклассников, педагогов. Желаю всем победы! Попадить, дружба, можно так сказать. Но, безусловно, самые сильные эмоции испытывали родители участников. Волнуемся, ждем победы. Конечно, потому что мы знаем своего сына, знаем, что он старательный, очень готовился к этому, переживал, стремился к этому. И поэтому мы с большим удовольствием смотрим весь конкурс. Мы переживаем, естественно, за очень за своего сына. Выступление финалистов оценивало строгое жюри. Учитывалось и артистичность, и умение держаться на сцене, и работа с командой. Первые два тура ребята шли с небольшим отрывом друг от друга, поэтому от третьего этапа зависело, кто же станет победителем. Домашнее задание – рассказать о культуре народов мира. Каждый выбрал свою страну. Александр Старцев, например, представлял Индию. Индия – это страна, где много возможностей. Страна жизни, страна красок. Я решил взять ее. То, что она характеризует мой внутренний мир, наверное. Самым волнительным моментом праздника стало награждение. Каждый из финалистов удостоился того или иного титула и получил подарок от главы района. Но рыцарем мог стать только один. Жаркие объятия друзей, искренние поздравления учителей и буря эмоций – вот главная награда победителю. Я всегда верила в него, потому что я его очень люблю, обожаю. И помогала ему в протяжении всей подготовки конкурса от всего сердца. И вот до последней минуты я была уверена в победе. Никогда не думала, что существует такая мечта. Я как и говорил в визитке – надо верить в свои мечты, они обязательно существуются. Ну что ж, большой районный праздник завершился. Но этой весной нас ждет еще одно яркое, не менее захватывающее мероприятие подведение итогов другого конкурса «Видновчанка». Сейчас девушки проходят отборочные туры в школах. На апрель запланирован полуфинал. А имя той, которой достанется почетный титул, мы узнаем в мае. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Видное ТВ.